Здравствуйте, дорогие наши телезрители! И вновь с вами наш цикл передач и чем они занимаются, пока не снимаются или пока не висят на телеэкранах. Вы думаете, мы снова вам расскажем о заокеанских кино- и теледеятелях? А вот и нетушки. Сегодня речь у нас пойдет о человеке, которого знают все русскоязычные люди лет так уж 30. Он и по радио нам вещал, и на телевидении мелькал, причем постоянно. Он и первые телемосты делал, и говорить умеет на куче языков. В общем, человек-талант. И кто это у нас? Да позднер это. Владимир Познер. А, вспомнили тут же, еще бы. В последние годы он тоже успел посвятить по разным, по углам. Так вот, нас его карьера не интересует. Его все видят и слышат, а вот чем он вне карьеры занимается, это уже нам интересно. Говорили, что выкормыши Советского Союза к коллекциям склоны не были. Туфта все это. Собирали всякое, разное, много и многие. Вот и Владимир Познер не остался в стороне от массового увлечения. Он увлекся собиранием коллекции чашек с картинками городов, где он лично побывал. Он увлекается спортом, разным. Коллекционерит живых игроков, например, собрал команду бейсболистов и возит их на разные соревнования. Но у людей разные бывают хобби. Также он собирает коллекцию сувенирных автомобилей. Увы, размер автомобилей не указан. Может, это вообще маленькие автомобильчики, такие вот железненькие. Маленькие-маленькие. Как-то сама по себе у него сложилась большая коллекция фарфоровых черепашек. Как он выразился, они сами ко мне приползают. Резвые черепашки, однако. Быстро бегают. Кстати, имеет коллекцию вин. Собирает гражданство. Товарищу Депардье до господина Познера далеко. У Познера три гражданства. И напоследок, или во-первых, он пишет книги на разные темы, но преимущественно по поводу путешествий. Любит ездить в путешествия сам и совмещает приятное с полезным. Там же все записывается в фильм и пишется книга. Удобно и практично. Я так же хочу. Вот такой у нас герой сегодня. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!